Говорит Москва. Появление советского правительства. 22 июня 1941 года. 3 часа 30 минут. Наступает воскресенье. Солнце только готовится к восходу. В советских школах идут выпускные вечера. К этому времени вчерашние 10-классники по традиции уже отправились встречать рассвет. Но к этому времени в направлении стран СССР в боевом снаряжении уже шли немецкие самолеты. Свинцовый поток смертельных снарядов с воздуха на советские города обрушился ровно в 4 утра. Так началась самая кровопролитная в истории человечества Великая Отечественная война. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные... ПОЁТ НА ИНОСТВАННОМ ЯЗЫКЕ На борьбу с фашистами поднялся весь народ от мала до велика. Вчерашние школьники прямо с выпускного вечера отправились на фронт. В одночасье советская страна стала одной огромной семьей, которая вышла на защиту каждой пяди родной земли. И уже в первые дни войны, в 1941 году, советские солдаты и командиры полностью сорвали многие планы наступления гитлеровцев. Потом были Сталинград, Курск, Малая земля, Голубая линия, Московская битва. Но все они стали возможны благодаря мужеству простых советских солдат и моряков, которые ценой собственной жизни останавливали немецких захватчиков. В первый день войны на защиту родины встал и Анатолий Мазжухин. Анатолий Владимирович родился в 1921 году в городе Рыбинске Ярославской области. В 1935 окончил 7 классов и поступил в сельскохозяйственный техникум. По окончании работал агрономом. В 18 лет его призвали на службу и в 1939 году направили в учебный отряд Черноморского флота. После учебы перевели в 45-ю авиационную базу в Севастополь, затем в район Очакова, где базировался 119-й авиационный полк Черноморского флота. В 1941-м Анатолий Мазжухин был уже командиром зенитного расчета. Вспоминает, как за несколько часов до войны собрался в отпуск домой, но не успел уехать. Только пришел на проходную, бежит матрос один. Товарищ командир, ну я уже командиром был, товарищ командир, вас срочно вызывают в штаб. Мне говорят, отпуск вы не получите сейчас. Дело в том, что очень сложная обстановка международная сложилась. Но еще не сказали, что война будет. На границе осложнилась обстановка. Всего за три часа технику привели в полную боевую готовность. А 22 июня ранним утром послышался гул самолетов, которые летели на запад. И вскоре раздались пулеметные очереди. Нависла реальная угроза. Облачность была очень низкая. И различить, какой самолет, мы еще по звуку не могли определить. А так не видно ничего, только за облаками. Поэтому огня не открывали. Они отбомбились в Севастополе. Собственно говоря, урон-то они не особенный. Тут сделали корабли были рассредоточены. Моряки из зенитного расчета получили команду остановить врага. Что за этим последовало? 70 лет после войны Анатолий Владимирович никому не рассказывал эту историю. Но забыть такое не смог. Облачность вот этого мешала. Мы не знали звука самолетов немецких. Но дали приказание открыть огонь. Мы открыли огонь и подбили свой самолет. Летчик не ранен был. Вот так вот получилось. И он приводился, сел. И нам стало ясно, что это свой самолет. А немцы улетели. Это только начало войны. Все самое страшное еще впереди. Потери среди моряков были огромные. Но сдаться, не выполнить приказ и мысли такой не возникало. Даже в самой сложной ситуации. Сражаться за родину. Бить врага. А если надо, умереть. И это не громкие слова. Именно так были настроены моряки Черноморского флота. Даже когда приходилось выполнять приказ об отступлении. Мы отступали в Геническ. Там бухта морская. Залив такой с моря. Вот туда прибыли. Там большое скопление было войск. Наш офицер пришел и говорит. Вы хотите на корабли? Так хотим. Нам надо все равно уходить. Она говорит. Вот так. Установку и командира ко мне на корабле. Я говорю. А остальные? Остальных у меня своих достаточно. Не берем. Я говорю. Тогда я не пойду. И вот он. Как так? Я говорю. Да очень просто. Остаюсь со своими ребятами. Не могу я. И не имею права даже уходить от ребят. Так командир зенитного расчета и его подчиненные отправились дальше. По боевому пути. И свое первое испытание прошли успешно. Вышли в море. И командир говорит. Ну, зенитчики, давайте по воде. Я должен посмотреть, как ваши пулеметы работают. Ну, я открыл огонь. По воде сразу видно же тут, как пули ложатся. Вот. А он говорит. А ну еще. Я второй раз. А ну третий раз. Я третий раз открыл огонь. Вот. Он говорит. Все, хватит. Молодцы. Хорошо работает. Меткие стрелки на корабле вышли в северную бухту Севастополя. Их прибытие оказалось своевременным. Именно в тот момент за советским пароходом «Волга» гнался немецкий самолет. Идет теплоход «Волга». В лухту заходит. И за ним немецкий самолет. Летит барбардировщик. Вот. И мы сразу... Артиллерии было много, занятной. Но она не готова была к открытию огня. Все туда набрались. Отступали когда. Вот. Ну, и мы открыли огонь по этому самолету. Он задымил. Вот. Мы огонь не прекращали. Он сразу отвернул влево. И с большим шейфом дыма пошел за... В эту... За бухту. Туда. К воде. Командир говорит. Ну, ребята, вас я теперь не отпущу. Теперь вы мои. Командир корабля. А кораблей-то много там было. Вот. И мы спасли теплоход. После Анатолий Мажухин защищал Севастополь. Когда в сентябре 41-го года немцы прорвали оборону и взяли турецкий вал. Перед моряками стояла сложная задача. Остановить вооруженные до зубов немецкие дивизии. Фашисты их пытались напугать. Сломить дух. Но своим зверством российских военных моряков они сделали только сильнее. Самое страшное было. Это... Подбереславли. Ой, сколько было населения. Причем и ребятишки, и все. А немцы наших самолетов нет. Немцы летают Понад ними. Расстреливают с валеметов. Представляете, вот Это жуткая картина. А потом ребятишки маленькие Бегают, папу, маму ищут. А они уже убитые. Я увидел волосы Длинные. И это тут все вгоревшие. Вот где злость Появляется. Не раз Молодой военный моряк Мазжухин Вместе со своими боевыми товарищами Вели неравный бой. И всегда возвращались к своим. Даже, когда уже никто Не надеялся их увидеть. Смелость и мужество Российских моряков Враг не смог сломить. Встретились Со своей частью Заевпаторией В районе Озера Донузлав Там находилась морская авиация. Вот это наша морская авиация. Встречали нас Тут Просто Как все равно на параде на каком Потому что считали, что мы погибли. Вот. Ну а мы вот оказались Живы. Там Защищали наши самолеты Нашу Аграцию, базу От налетов Самолета Самолетов Противника. На войне Как на войне Случаи бывали разные Порой не только атаковали Но и не раз приходилось Отступать. Самолет Наш Один Значит Немцы Подбили И Он ушел прямо в землю До Половины Хвостовое переднее Только наверху было Врезался В землю Ну Мы свою задачу Выполнили Потом Мы уже Отходили На катере Они Нас Начали Обстреливать Но мы Дошли Двух человек Правда Ранило Дошли До Косы Песчаная коса Да Была На таване Вот И Наш катер Начал тонуть Потому что Пробиты Были Борта Пробиты Были Пулями Попадая в окружение Моряки С боем Прорывались Но при этом Не бросали Свои корабли И катера Не складывали Оружие Бывало Сутками Нечего Было Есть Но Они Не сдавались Память Об этих Голодных Военных Днях Анатолий Владимирович Пронес Через Всю Свою Жизнь И как Рисовой Кашей В госпитале Угощали И как Он Добывал Манную Кашу Для своих Боевых Товарищей Выхожу К дороге По лесу Смотрю Разбитая Точанка Ну Я Только Хотел К ней Подойти А тут По мне Очередь Я Сразу Назад В лесок Опять И Смотрю А там Манная Каша Разлита А она Застыла Вот А есть Ведь хочется А мы Трое Суток Не ели Ничего Только Груши Дички Собирали Нечего Было Есть Ну Думаю Ну Как же Так Надо Кашу Все-таки Забрать А потом Увидел Сообразил Думаю Здесь Ручей Поблизости Я В лесок Зашел И К ручью Значит В ручей Этот Зашел Обрывы Такие Глубокие Берега Большие Вот Взял Свою Вискозырку Так Жалко Ее Было Вот Она Всегда За Пазухой Было Вырезал Вернее Ветку Большую Из дерева Боткнул Бескозырку На эту Ветку И Немцы Как Открыли Огонь А я В это Время Полз Кому Назад Значит И Опять К Тачанке Не Ж Кашу Надо Взять Ну Они Тут Стреляют А Бескозырка Хорошо Что Я знаю Так У меня Закреплено Хорошо У меня Не сразу Падало Пока Не срезали Ветку Эту Но Ветка Толстая Вот И Я Ползком К этой Тачанке Смотрю Топор Лежит Я Топором Эту Кашу Собрал И В Каску Каску Снял И Каску Каску Все Забил Полностью Кашей Ну Там И Землей Конечно Все Ну На Это Не Обращали Внимания И Все Таки Уполз Обратно Я Говорю Ну-ка Нате Вот Вам Каша А Сам Ел Понимаете Как Каждый Беспокоился Друг За Дружку А Сам Ел Я Говорю Нет Не Ел Мы Так И Знали Всем По кусочкам Разрезали Эту Кашу На На Весь Расчет И По Кусочку Значит Съели Вот Такая Дружба Военная Боевая Была Съели Эту Кашу Невзирая На То Что Там И Земля Попадала Водичкой Запили Так Хорошо И Мы Оржили Анатолий Владимирович Принимал Участие В обороне Керчи Затем В боях Под Туапсе Был ранен И месяц Лечился В госпитале Вернувшись В строй В Геленджике Заправлял Самолеты Горючим Которые Совершали Вылеты В Новороссийск Где Наносили Бомбовые Удары По Противнику Выбежали Мы Потому Что Мы Считали И Так Она На самом Деле Была Правда На Нашей Стране А Раз Правда На Нашей Стране Значит И Победа Будет За Нами В июле 43 Года Когда Катер На Котором Везли Раненых Из Новороссийска Попал Под Обстрел Возник Пожар Тогда Пострадал Анатолий Владимирович Его Обгоревшего Ударной Волной Выбросило За борт В сознание Он пришел Только В Геленджик Госпитале После Выписки В июле 44 Его Направили В Ленинград В высшую Школу Контрразведки Военно-морского Флота Окончив Учебу Анатолий Мажухин Стал Младшим Лейтенантом Корабельной И береговой Службы Его Направили На Дальний Восток В Амурскую Военную Флотилию В мае 45-го Отгремели Поведные Залпы Но Война Еще Продолжалась На Дальнем Востоке Позже Он участвовал В войне С Японией В составе Кораблей Третьей Бригады Когда Развернулась Маньчжурская Стратегическая Наступательная Операция Она стала Одной Из крупнейших Компаний Второй Мировой Войны В кратчайшее Время Была захвачена Территория Равная Всей Западной Европе Японцы Откровенно Говоря Они Не ожидали Что мы Там Откроем Огонь И выступим Против них Они Там Выскакивали В чем Мать родила Из землянок Дошли До Джамусов Высадились И В этот Населенный Пункт Там Оказывается Была Сотрудник Японской Военной Миссии Женщина Которая Организовывала Выступление Этих Китайцев В тылу Наших войск Когда мы Пройдем Она Занимала Помещение Одно Там Вооружение Боеприпасы Полно было И она В одной комнате Там находилась Взял этих Матросов И туда К этому Помещению Он мне Сказал Где Находится Поставил Их У окон А сам С двумя Матросами Один Здоровый Был парень По коридору А коридоры У них Длинные И темные Они Не освещаются Прошел Сюда Дверь Закрыта А она Дверь Закрыла И сама Легла На кровать Вроде Больная Значит Она Так Притворилась Больной Ну Что Делать Я Говорю Ну что Ребята Выбьем Дверь А этот Матрос Говорит Турш Командир Отдайте Я попробую Он Разбежался Дверь Ногами Как Дал И Дверь Раскрылась Туда Я Заскакиваю Ну Пистолет Маузер У меня Был Маузер В руке А она Встает И Два Маузера Вот так Вот Направляет Я говорю Поздно Посмотрите В окна Она Окосилась На окно Видит Что Там С автоматами Стоят Что Делать Вот Ну И Говорит Ну Что На этот Раз Ваша Взяла И Положила Пистолеты Войну Анатолий Владимирович Завершил Разгромом Японцев В Маньчжурии Капитуляция Японии Поставила Последнюю Точку Во второй Мировой Войне С тех пор Прошло Более Семидесяти Лет Все эти Годы Анатолий Владимирович Рассказывал Молодым Поколениям Об истинном Облике Фашизма О Японской Войне И О цене Победы За участие В двух Воинах У него Немало Орденов И медалей Две Я Получил Здесь На Черном Море Одну На Амурской Флотелье Капитан Второго Ранга Анатолий Владимирович Можухин Работал В школе Преподавателем Начальной Военной Подготовки Учил ребят Любить Родину Его Уважали И ценили Ученики Мальчишки Мечтали Быть похожими На него Некоторые Пошли По его Стопам Стали Военными И так же Как и Наставник Прославляют Россию Музыка 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 Шестов Шестово Шестово Июня 2016 Года Анатолия Владимировича Не стало Он ушел Из жизни Когда ему Было 95 Оставив После себя Самые Светлые Воспоминания Но И в свои Последние Дни Он говорил И думал Только о Светлом Будущем России И военно-морского Флота Мои пожелания Новому Поколению Учиться Учиться И еще раз Учиться Причем Надо Быть Высокодисциплинированным Человеком Не курить Не пить Вот Я Не курю И не пью И тогда И жизнь Будет продолжаться Во И тогда Вода Нам Как Земля И тогда Нам Экипаж Семья И тогда Любой Из нас Не против Хоть Всю Жив Служить В военном Флоте И тогда Вода Нам Экипаж Семья И тогда Нам Экипаж Семья И тогда Любой Из Нас не против, хоть судьи служить в военном флоте. Говорит Москва. Появление советского правительства. Появление советского правительства.